...чтобы хотя бы на территории РФ сложилось мнение, что если за мебель, то только в Кузнецк. Ну, давайте. Вы тоже обозначите, с какой позиции выступаете, от чего имени. Мы выступаем от имени будущего мебельного класса. Так, от бизнеса. А вы говорите, мне не отвечать. Так. Мы провели дискуссию и выявили те факторы, проблемы до первого класса. Госзаконки. Основная проблема – это страх неполучения денег, отсутствие экспертного мнения, отсутствие свободных денежных средств. Как и решение – это использование ресурсов ЦК, я Михаила тоже озвучил свои данные, привлечение тех институтов финансовой поддержки, которые у нас есть, в виде поручителя. Потому что отсрочка платежа, как и выяснилось сейчас за столом, в 30 дней для субъектов малого бизнеса будет достаточно тяжелой нагрузкой. То есть нужно выступать, ну, выстраивать диалог с получителем, либо с нашим банкировым, которым могут предоставлять деньги на реализацию простого контракта. Либо на один из реального вопроса решения – это малый контракт по 100, по 200, по 300 тысяч, которые могут себе позволить. Ну, а где в руках? Факторы. Да. Факторы. Вторая проблема, которую выявили – это кадры. Да, дефицит кадров и низкий уровень желания работников. Мы пришли к тому, что работают через дуальное образование с СПО и повышение престижа работников. Как раз та зона ответственности, которую у себя может взять муниципалитет. Такой серьезной, мемомерной, длительной работой, повышая уровень, потому что с финансовой стороны страна закрепляет муроводников. А вот такая моральная часть не является престижной, поэтому выпускники СПО идут на разные специальности, но не на тех, которые они опущены. Третий вопрос, почему-то у нас третьим стал ЭТРИЭКСПО. Здесь мы выявили такие проблемы, которые беспокоят производителей уровня ответственности, низкий уровень компетенций и нечестность контрагента. Уровень компетенций мы считаем, что может решить этот вопрос у нас Центр поддержки ЭТРИЭКСПО. И вопрос с частности и нечестности контрагента мы можем подрешить через предоплату, либо через те инструменты, которые опять-таки есть Центр поддержки ЭТРИЭКСПО. Эти вопросы, уже инструменты на федеральном уровне подшли решены, просто нужно повышать квалификацию. Наверное, если бы, как ранее выступающий спикер у нас озвучил, это будет классно, Александре будет в первую очередь проводить мероприятие, как раз именно связанное по экспорту именно для мебели. То есть отраслевые инструменты рассказывать, чтобы лишнюю информацию вас не перегружать, а по вашим основным таким запросам ответить. То есть если финансовый инструмент нужен, то он такой-то. То есть если есть, как вот у нас, ну или я сказал, проблемы с компетенцией на таможне есть риски. То есть административные риски, как их проходить. Где взять таможенную войну, то такие вопросы. Четвертый вопрос. Так, как раз недобросовестные контрагенты, риски исполнения наборов. Как выяснилось, что практически у всех присутствующих есть опыт, когда пропадали контрагенты, которые не выплачивали по 300-40 тысяч, по миллиону, да, проблем недобросовестных контрагентов. Ну, мы пришли к выводу, что каждый малом предприятии содержать свою службу безопасности достаточно дорогостоящую, чтобы проверять контрагенты и заниматься возвратом налогов. И, конечно, было бы удобнее, признали бы все, что если бы была какая-то структура, условно-коллекторское место, чего-то такое, общее, да, которое на обслуживание, на аутсорсинге оказывает эти услуги, и все в России будут знать, что кузнец китать нельзя. И если, сейчас, да, говорилось что-то, опять раз по очереди перекидали, да, и при этом, да, пользоваться как раз правовыми дырами в нашем законодательстве, с ними будет отдельный диалог, и все будут знать, что будут какие-то последствия, да. В принципе, решение этого вопроса есть уже практически сейчас. И основной вопрос, пятый, это расширение рынков сбыта. Какие проблемы сейчас есть? Это логистика и выставки. В результате обсуждения мы пришли, потому что нужно объединять несколько товарных клубов в одном машине. Или, как мы говорили, о том, что кооператив, даже минимальный, может рекомендовать закупать на Узнокрове. Тот, кто производит диваны, может рекомендовать своего соседа с корпусной мебелью, чтобы ее не закупали на Узнокрове в Ульяновске. Таким образом, оптимизируем. Друг друга, друг друга как-то, да, Узнокрове? Да, вот эта кооперация была внутри Кузьминска. Они закупщик делали не в разных регионах, а одну закупку сделали в одном городе. Угу. Это кооперация. И по-выскому мы выяснили, что было бы классно, если в Кузьминске будет шоу-рум, где мебельный кластер мог бы выставить свои экспозиции. И как Елена сказала, что данная площадка уже готовится. 80%? Готовность. Нет, не готовность. 80% что-то об этом будет сейчас походить. Ага. Причем, у нас площадка высокого уровня, с конгресс-залом, с переговорами, миниатюра экспо-центра. Угу. Не с властью. Очень хорошо. У нас все. Вопросы? Дополнение есть ли от вашей команды? Вот все-таки в данном случае, ну, Денис как представитель опоры, Елена как муниципалитет. Но все-таки вот вы бизнес. Все они сказали? Да. Они сказали все единственное, что не в целях рекламы. Не все знают, где пришел. Про что сейчас разговор шел последний? В принципе, к этому уже движение начали проводить, что против Кузьминска, поэтому у нас приедение в Кузьминске. Знаете, мебельный компания, у вас в Кузьминске есть. Вопросы, коллеги, есть? Андрей, у нас в руках ситуация сложилась, что у нас те вопросы, которые предприниматели поднимали, они лежат в зоне взаимодействия с муниципалитетом. Ну, то есть цель нашей сегодняшней всей истории, она как раз здесь есть. И от муниципалитета, в общем-то, есть обратная связь о том, что взаимодействие в этой части мы исполним. По шагам. Ну, вот частично его проговаривали, но, в принципе, по шагам понятно, которые нужно делать. Ну, по закупке мы говорили, когда бизнес-модель, в принципе, рассматривали, да? Частично про кадры тоже. Вот первая, да, первая команда об этом говорила. Вот какие-то еще вещи остались? Ну, хотя бы один шаг, мы так как не успеем, следующий бланк. Да, вот какие шаги у нас есть для того, чтобы... Да. Да. Сегодня Александра уже начала проводить беседы. И я думаю, что сегодня все, кто познакомится с ней, будут участвовать в тех семинарах, которые они проводят в этой группе. И повышать экспертов в своей части. По коллекторскому, да, что? Я с вами просто решу, но есть не коллектор, а коллектор. Судьба безопасности. Судьба безопасности. Есть, в общем, клиент, который с широко развитой сеткой по стране имеет свои филиалы и, наверное, готовы взаимодействовать и помогать малому неизвестному, чтобы не допускать вот таких некорректных машинческих действий со стороны. Причем, наоборот, более юридических путем. Это реализуем уже сегодня. Рынки сбыта. Это тоже Александр или... Рынки сбыта. Это не только ВЭТ. Это не только ВЭТ. Это уже локально идет. Да. Тут... Какие первые шаги? Рынки сбыта наше предприятие. Потому что сложность в кооперации на дальние регионы. Друг другу рекомендовать. Рекомендовать. Рекомендовать друг другу. То есть вопрос сейчас... Сейчас идет объединение. Мамы интересоваться. Да. Уже это не может начаться. То есть, по-моему, можно объединиться и рекомендовать друг другу. По-моему, готовиться. Первый шаг понятен тоже, да? Чтобы вы наметили ближайшие шаги, вот, что нужно сделать. Это не пропало. Сейчас мы это записали. Хорошо? Коллеги, все? Поаплодируем? Спасибо. Спасибо. Спасибо.